Здравствуйте, дорогие друзья! Такое вот необычное название у нас. И, соответственно, в чем смысл? Смысл в том, что гормоны, безусловно, влияют на первичные такие мужские качества, такие как и агрессивность, и, конечно, способность к как и высокому лебеду, желанию спариваться, так и, соответственно, к наполнению эрективной функции. Также, конечно же, гормоны влияют на самочувствие мужчин напрямую и способности мужчины реализовать себя в жизни, то есть на его психологическое состояние тоже. И, безусловно, на здоровье влияют, ну, то есть, там, допустим, на, соответственно, состояние той же простаты. И еще нужно не забывать такой момент, все любят сейчас фитнес, фитнес очень актуален, актуально быть красивым, актуально быть подтянутым, и, конечно же, безусловно, гормоны влияют на это. И, конечно, когда вы попадаете к врачу, если вас осматривать, смотреть более подробно, изучать ваш гормональный уровень, на тех вещах, которые я сейчас озвучиваю, можно не останавливаться и дальше, и дальше исследовать. Но если говорить о каких-то таких, ну, наиболее важных гормонах, да, которые влияют на, соответственно, состояние и самочувствие мужчин, то следует обращать вот на те, которые я сейчас перечислю, вот. И, соответственно, если что-то не так, необходимо корректировать. И, соответственно, коррекция проводиться должна врачу. Трактовать показатели этих гормонов нужно врачу. Единственный какой момент, что очень часто у нас по какой-либо причине врачи не доносят до пациентов, да, что нужно после 30, допустим, сдавать данные гормоны. Или у нас вообще не принято заботиться с советских времен о здоровье мужчин. Конечно, женщины стоят на первом месте из-за возможности, да, непосредственного воспроизведения. Если мужчина маломайский может зачать ребенка даже с низким достаточно сперматогенезом, с низким тестостероном, то женщина должна его, соответственно, выносить с мочи. Поэтому на здоровье женщины в советское время делался больше упор, чем нежели на мужское, да. И особенно про мужчин такие определения я встречал, что, ну, важно, чтобы, соответственно, рабочий мог выполнять первичные свои функции, там, стоять у станка и так далее. Так как мы уже не в советское время, у станков стоит все меньше и меньше людей, да, все больше людей хотят быть красивее, здоровее и так далее. Я предлагаю все-таки самим в первую очередь заботиться о своем здоровье. Ну, и я сейчас немножечко расскажу. Начнем мы с чего? Начнем немного нетипично. Принято начинать с тестостерона. Ну, с тестостероном примерно понятно. Если у вас, соответственно, высокий, ну, относительно высокий, там, в средних референсных значениях, средний даже тестостерон, его могут передавить все равно ваши эстрогены. Поэтому, если вы сдадите один, там, общий тестостерон, это ничего особо не покажет, потому что, соответственно, нам очень важно, что еще должно быть у нас, должен быть у нас в норме уровень эстрогенов. Это эстрадиол и еще есть такой гормон, как пролактин. Вот они, ну, пускай там хотя бы с пролактином какая история, не нужно как-то его гасить специально, чтобы его не было. Было из разряда многих такое мышление, что вот раз его условно там называют женским половым гормоном, считают, что он, соответственно, отвечает за лактацию и так далее. И вроде как мужчины принимают решение, что он не нужен, то есть не нужно его, соответственно, давить от фронкулеза до различных нарушений аккумунодвигательного аппарата и работы иммунной системы. В общем, много что заработаете нехорошего, поэтому не давите ни в коем случае пролактин, не убивайте его. Очень среди спортсменов модное занятие. То же самое эстрадиол. Если передавите эстрадиол, у вас начнутся проблемы, в первую очередь, с аккумунодвигательным аппаратом. Если, соответственно, эстрадиол будет превышать, у вас будут оттерки, будет давиться тестостерон и, соответственно, как и при высоком пролактине, будет психологическое состояние не самое приятное. Поэтому, в первую очередь, если вы когда-либо переживали какие-либо депрессивные состояния, да, и вы являетесь мужчиной, это очень важно, так как мы говорим сегодня о мужском здоровье, или вы испытывали какую-то плаксивость, вы посмотрели мелодраму, вы можете заплакать, да, допустим, и так далее. Лучше убедиться, что у вас нету высоких эстрогенов. Следующее что, сразу, чтобы было понятно, говорю про тестостерон. Тестостерон в норме мужчин, если нет никаких проблем, можно смотреть по среднему референсному значению. Вот. Но, соответственно, важно, что если он занижен, это плохо, и если он сильно завышен, выходит за референсные значения, а вы не употребляли никаких препаратов гормональных, то, соответственно, это может также быть и маркером онкологии или аденомы какой-то, да, в том числе и гиперризарных. Поэтому, соответственно, обязательно нужно дальше тогда исследоваться и идти по врачам. Вот. Также, соответственно, низкий уровень тестостерона влияет на наш сперматогенез, тоже плохо влияет на, соответственно, подвижность спермы. Также, соответственно, если у вас будет низкий тестостерон, это в целом плохое психологическое состояние. Это нежелание добиваться чего-либо, да, это какое-то чувство вялости, апатии, некоторые, возможно, на сонливость жалуются. И, так как надо посмотреть в корень, да, есть же причина, почему высокий или низкий там тестостерон, и очень часто кроется эта причина в лютонизирующем и фолликулостимулирующих гормонах. Это так называемый ЛГ и ФСГ. Вы их тоже должны, соответственно, сдавать. Вот. Ну, также хотя бы какой-то там средний референс должен оставаться, но в целом я не буду углубляться. Лучше, чтобы трактовал гипофизарный, да вообще все гормоны ваш врач. Также есть такой анализ на ПСА. ПСА отвечает у нас такой маркер простаты, да. И вот ПСА, и его лучше тоже сдавать хотя бы раз в годик, смотреть, нет ли у вас вот этих вот изменений каких-либо в простате. ПСА много, что показывает, это не обязательно конкретно только простатит или только онкология. Например, очень часто такое бывает, сейчас поговорим вот еще о одном таком гармонии, близком к тестостерону, это дигидростерон. То есть, есть у нас в крови такая альфа-редуктаза. Она как бы пилит, прощепляет наш тестостерон, распиливает на, соответственно, дигидростерон. И, соответственно, у нас получается, что сам дигидростерон, он более активен в плане вот даже потери какого-то количества жидкости может ассоциироваться с этим. Может ассоциироваться и с жесткой мышечной массой, даже положительное явление овлосения, овлосения, то есть овлосения по телу идет при очень повышенном тестостероне. Очень часто находил я подростков, у которых, соответственно, в результате повышения дигидростерона нетипичное такое овлосение, соберенное для их возраста. Вот. И если дигидростерон держится, уровень ПСА тоже будет повышаться длительно, да? Поэтому это все надо сдавать. И зарезюмируем пролактин, тестостерон, значит, потом фолликулостимулирующий, ФСГ, лютонизирующий, ЛГ, дигидростерон и ПСА. Если вы его сдаете, если у вас все нормально, если вы их пролечиваете, если не нормально, то вы почувствуете, так скажем, совершенно другое состояние, совершенно другое самочувствие, да? У вас начнется, если совершенно другая жизнь, если у вас будут все эти гормоны, ну, в определенном балансе, в определенном соотношении. А если у вас они прямо идеальные, а вы все равно себя чувствуете хреново, это повод исследовать дальше, возможно, у вас проблемы с щитовидной железой, с надпочечниками, с уровнем кортизола, кортизол слюни исследуется, не забывайте, это важно в крови малопоказательно, вот. Ну, или там диабетные истории, ну, то есть, это какие-то другие причины, о которых я озвучиваю на канале. Но, чтобы, соответственно, по крайней мере, было кровонаполнение хорошая члена, чтобы, соответственно, липидожелание было, да, такое высокое, соответственно, чтобы сперма была активной, ну, в первую очередь нужно о вышеперечисленных гормонах разговаривать. С вами был доктор Кравцев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!